всем привет ну как всегда с чего я начинаю да начинаю с благодарности спасибо вам за то что смотрите эти мои монологи за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал и так далее и тому подобное смотрите пишите читайте слушайте гуляйте пейте пойте танцуйте и все у вас будет хорошо как у меня у меня все прекрасно что я сегодня хочу я сегодня вспомнил про итальянскую музыку прекрасная пластинка прекраснейшая просто маледеть называется она группа ария и ария я транслейт не включал даже вот этот не знаю я привык назвать ария international popular group еще скобках на самом деле интернациональная поп-группа но это действительно интернациональная поп-группа организовали двое из италии два итальянца венгер на гитаре присоединился и бельгийцы француз вошли в состав потом состав пару раз менялся но ядро итальянское осталось в неприкосновенности это джулио капица ударные и перкуссия и дмитрио стратос деметрио стратос деметрио стратос ряд критиков называют лучшим вокалистом рок-музыки вы слышали когда-нибудь деметрио стратоса послушайте вот здесь его у него и сольные концерты есть на ютюбе можно ознакомиться и не одна далеко пластинка группы ария или эрия так что полный вперед это мощный мощный музыкант с мощным горлом мощными легкими и главное разум главное вот здесь все как у всех да можно его как-то так запараллелить с господином паттерном из фэйт ноу-мо да и не из фэйт ноу-мо а просто с паттоном в ту же сторону да в сторону такой как бы оперы ну как бы зверской оперы как бы совершенно озверевшего певца в чудовищной опере ну как паттон да так и деметрио стратос но разница в том что стратос-то итальянец и школа вокала итальянская все-таки у него то есть это чувствуется это сломан поет на итальянском языке да понятно итальянский язык сам по себе он такой певучий красивый переливающийся не то что инглиш какой-то такой хотя мы привыкли любим но вот эта школа оперный вот это точная точнейшая даже не про точно интонирование это нормально любой певец должен точно интонировать а это какой-то такой такая опора у него на каждой ноте просто ну просто вот на оперную сцену вперед ничего нигде никаких косяков не будет хотя здесь конечно он позволяет все вольности это все-таки как бы поп-группа как здесь обозначена поэтому игрище разнообразные устраивать с голосом но все равно слышно железная его мраморная да итальянский мраморный такой вот собор храм дом шале в конце концов французская но но и но голос из мрамора да все вот все четко все мощно прилет дыхалка все дела очень круто ну и сложнейшие партии конечно сложнейшие партии это поп-группа играет очень интересную музыку я очень рекомендую просто вот просто вот советую просто вот даю совет послушайте этот альбом 76 года молидетти молидетти он называется группы ария получите несказанное удовольствие но я не обещаю легкого такого музыкального путешествия это вам не какой-нибудь там электрик лайт оркестра поп-группа это серьезная поп-группа хотя я слушаю эту пластинку без напряжения совершенно и купаюсь в этой музыке удивительный а ощущение такое здесь когда начинаешь слушать что собрались вот эти люди которые могут играть вообще все я тоже самое говорил про джентл джайант когда-то что музыканты которые могут все что угодно играть вот группа музыканты группы ария могут еще больше играть чем группа джентл джайант в любом стиле в каком угодно джаз рок фьюжн восточная музыка азиатская музыка итальянская музыка немецкая музыка какая угодно какая угодно все что угодно очень не знаю даже с чего начать можно порекомендовать эту песню эту пластинку можно конечно сначала слушать можно не сначала меня потрясает здесь исполнение произведения под названием интернационал которым заканчивается полотно очень мощно очень так со звериной серьезностью с яростью играется это полотно струнные играют такое ощущение что вместо смычков пилы духовые синтезаторы гитара бас барабаны все контрабас все и так так озверело так вот жалко ленин не слышал этого же очень же я просто ну вот вместо лунной соната ему послушать это исполнение интернационала и возможно история пошла бы по другому пути совершенно и ленин ушел обратно в лес откуда он пришел как мы знаем да он же ходил на охоту в шушенском вот он вышел из леса и все началось а так вот после этого интернационала обратно на охоту за зайцами или за волками еще лучше на медведя ну ничего и ничего можно и так ну и вот после такого начала мощнейшего интернационального контрабас начинает играть вдруг неожиданно лирическую мелодию уводя основную мелодию интернационала в лирику в такую сонатную форму правда немножко немножко свободное играет так свободно и потом потихоньку потихоньку через кусочки фриджан за все возвращается в изначальный интернационал такой же озверевший как и положено интернационал но это финал альбома а начало задает собственно димитрий астратов вокализм коротеньким на одну минуту примерно он приближается к микрофону это слышно топ-топ-топ-топ-топ-топ он подошел и немножко попел поговорил минутку мы послушали тембр сразу чувствуется сразу удивительный мощнейший поставленный голос тембр мраморный как я уже и говорил и после этой штуки которая называется его парзионы я произношу неправильно но в переводе это значит испарение вот стратос испарился и пошло произведение под названием дифоризма урбана самая дифоризма урбана эта штука посильнее фауста гета как говорил ленин по другому поводу правда барабаны играют что-то около фанковая такое но не фанковая как многие привыкли вот это а фанк тяжелый тяжелый медленный все на железе все все на хейте у фанкоделик есть такие вещи есть у майлса дэвиса кстати говоря очень много похожего так такого барабанного то есть это уход в джаз уход в джаз фанковый но при этом это поп-группа до мощнейшие партии играет синтезатор вспоминаем здесь одновременно рика вейкмана и кита эмерсона но здесь все-таки италия здесь среди средиземноморское настроение но все сложно все круто все но при этом все читаем и так если такое ощущение что такой привычный какой-то фьюжен рок мы начинаем слушать и немножко расслабляемся да потому что но такой музыки мы слышали много играют очень здорово очень круто потом гитара сменяет синтезатор гитарное соло закрученное вот такое замороченное но привычное для слушателей рок-музыки опять-таки привычной кайфовая и расслабляешься так все ну вот это да тащит здорово здорово барабаны с басом одну играют историю вот эту около фанково джазовую гитара синтезатор играют другую историю ближе к джаз року какому то непонятно какому европейскому или азиатскому или восточному непонятно потом начинается просто средиземноморские танцы тарантелло или не тарантелло но очень тяжелая все таки поп-группа терророк-группы в тяжелой версии такие опять-таки эти средиземноморские мелодии и все это плавненько плавненько переходит в произведение которое называется у нас где же она герон геронтократия и здесь выходит на первое место уже диметрия стратос который поет довольно длинный кусок стран со странной мелодии но очень агрессивной с мощной подачи под безумную перкуссию который в природе не существует здесь помимо музыкантов группы r еще 12 человек приглашенных музыкантов с перкуссиями со струнными с духовыми с разнообразными народными делами и вот это как это нечеловеческая перкуссия который никогда в жизни не слышал до того как послушал эту пластинку и вокал стратоса совершенно невменяемый но интересный слушать очень интересно потом подключается виолончель уже с конкретной мелодией с мелодической линии эта мелодическая линия развивается 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 и приходит в наш любимый фьюжен но без акцента на духовые а такой вне национальный я бы сказал вообще эта музыка сейчас это дойду до следующего номера который называется скам в переводе означает отбросы вот это виолончель на фьюжен роковая вокальная бешеная история переходит вдруг фортепьян ную гонку и такое как будто я просто вижу перед собой курюхи на который встретился встретился со скрябином одновременно с шнитке и все они крепко выпили и понеслась вот эта бешеная фортепьяная какая-то история совершенно потом там конечно подключается и стратос подключается и вся группа и этого мне отбросы какие-то безумно интересная музыка безумно интересная просто просто в нее погружаешься и понимаешь эта музыка не италии не англии не америки не германии ничего такого подобного не россия а музыка страны который мы не знаем это вообще какая-то отдельная страна со своим понятием ритма со своей мелодикой со своей музыкой вообще понимание музыки которого у нас нет и мы с ним столкнулись впервые но дико интересно не раздражает очень интересно и очень агрессивно что приятно что никаких все привыкли что итальянская группа ахо леорм начинается и вот эти пошли распевы которые тоже люблю но здесь никаких вот этих лирических итальянских распевов даже близко нет здесь жесткая дикая агрессия фьюжен из неведомых нам страны а может быть даже из неведомой нам галактики такая вот история первая страна заканчивается переворачиваем на вторую и слушаем произведение которое называется брендербургская бренденбургская резня номер 3 соль-мажор кусочек из бренденбургских концертов баха соль-мажор но сыграно так что понятно что это резня играет струнный квартет настоящий и сыграно да все вся та же штука в соль-мажоре вот это вот самое кусочек концертов но резня пошла резня вот так вот разрезают эту музыку но приятно но бах все таки очень хорошо и самая такая настоящая фишка этого альбома жира жира тонда следующая пьеса где все и джаз и рок и и фрэнк заппа вам и кинг римсон и все что хотите но все по-своему все никакого плагиата ничего даже близко нет я говорю что эти музыканты могут играть все что угодно все что угодно что хотите взаимодействие потрясающее и джазовая линия идет и роковая и и какая хотите и синтезатор и гитары и все 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 и потрясающий вокал конечно который валится в хаос каос часть 2 так называется заключительная пьеса которая стоит перед интернационалом интернационал как бонус трек идет с которого я начал и вот этот хаос это уже полный просто хаос в хорошем смысле этого слова словами это не описать это надо слушать но это великолепная музыка уж поверьте мне я вам плохого не посоветую эта музыка великолепно послушайте эту пластинку поделитесь в комментариях вашим мнением я с удовольствием присоединюсь к обсуждению а пока я пошел пить